Я приветствую всех присутствующих на очередной встрече интеллектуального проекта Булес Ликбес. И хотел бы предупредить всех, что сегодняшняя наша встреча будет несколько необычной. Это связано с тем фактом, что обозначив тему встречи, я принялся за детальную проработку этого вопроса и неожиданно для себя пришел едва ли не к противоположным выводам, чем те, на которые я рассчитывал. С одной стороны, тот факт, что я могу прийти к выводам, которые доставили меня, так скажем, неопределенную позицию по отношению к проблеме, для меня важен, потому что является показателем определенного рода интеллектуальной честности, проделанной моей работой. Но с другой стороны, вместо ответов, которые я хотел предложить сегодня, я смогу лишь поставить определенные вопросы и обозначить некоторые ориентиры, которые мне удалось в этом проблемном поле обнаружить. Я знаю, что я часто говорю в нашем цикле, что моя цель не давать ответы, а ставить вопросы, но сегодняшняя наша встреча будет все-таки даже в связи с этим необычной, так как даже вопросы, но, разумеется, я имею в виду корректные вопросы, сформулировать относительно этого проблемного поля оказалось весьма и весьма затруднительно. И все же, мне кажется, что их постановка, то есть постановка этих вопросов, мне удалась, и интеллектуальный результат сегодняшнего поля слегбеза может оказаться весьма значимым и плодотворным для дальнейшей проработки этого материала, как каждому из присутствующих, так и мной в частности. Не буду более тратить лекционное время на вводную часть, так что приступим к очерчевле той проблематике, которая была обозначена мной в сегодняшней лекции, это дилемма искусства, удовольствие или наслаждение. Итак, как известно, в диалоге государства Платон предлагал изгнать поэтов и прочих представителей искусства из совершенного полиса. На этот факт часто ссылаются, особенно в практике изучения философии, эстетики, вузов и так далее. Но намного реже обращают внимание на то, в какой именно форме излагает в данном диалоге свое решение классика отечественной философии. Обратившись к его тексту, становится совершенно ясно, что подлинное искусство вычеркивалось Платоном из возможных родов человеческой деятельности в совершенном обществе не потому, что Платон считал его низовенным и недостойным человеком, но как раз по той причине, что он верил в силу искусства. Верил так, что боялся его. Верил настолько, насколько мы с вами, к сожалению, уже, наверное, не способны поверить. Позволю себе цитату из «Государства». Цитил. «А если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним, как перед чем-то священным, удивительным и приятным. Но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует, и что не дозволено здесь таким становиться. Да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовольными». «Насколько восторженно Платон описывает Творца. Мы преклонимся перед ним, как перед чем-то священным», – пишет он. Искусство несло в себе нечто сакральное, нечто запредельное, нечто, выходящее за всякие рамки устроения общества. «Потому оно и должно быть исключено, как разрушительная и неуправляемая социумом сила». В одной из своих многочисленных работ Джордж Агамбен писал, «Власть искусства представлялась Платону настолько сильной, что он считал, что искусство само, без чьей-либо помощи, способно разрушить основание Полиса». А Бертран Рассел, как всегда более проницательный, чем иные исследователи философии прошлого, писал об эстетических воззрениях Платона следующее. «Он говорит, что хороший человек не должен стремиться подражать дурному человеку, но в большинстве пьес выводятся злодеи, поэтому драматургу и актеру, который играет роль злодея, приходится подражать людям, виновным в различных преступлениях». Впрочем, жалко, что Рассел не делает из этого никаких решительных выводов. Фраза остается брошенной, хотя, как мне кажется, она крайне важна. Платон выступает против подражания в искусстве, так как верит в силу подражания, как в силу магическую. Не случайно, что именно из платонизма выросла европейская герметическая традиция, сплошь основанная на принципе подобие. Где, к примеру, корнем растения, похожим на ухо, можно было лечить болезни в ухо, а изобразив человека в облике императора, к примеру, способствовать его продвижению по социальной лестнице. Такое отношение к искусству и его силе исчезнет, судя по всему, в начале 17-го столетия, в эпоху нового времени. Исчезнет практически полностью. И, возможно, ему уже не под силу вернуться в этой форме назад. Наиболее радикальные творческие личности наших дней, к примеру, такие, как Ларс фон Триер, пытались акцентировать внимание именно на этой, платонической точке зрения, на искусство. И это поразительно, что представители творческой профессии больше поверили в оценку искусства у Платона, чем в оценку, к примеру, у Аристотеля. В критике искусства и изгнании творцов из идеального города-государства художники увидели веру в могущество искусства и даже в его все могущества, которое действительно проскальзывает во многих строках у Платона. Платон боится искусства, основанного на подражании, так как в театре человек поступает не так, как он бы поступил в данной ситуации, а так, как должен поступить его персонаж, который может быть и отрицательным персонажем, антагонистом главного героя. Таким образом, Платон боится, что роль способна завладеть актером настолько, что он перестанет отличать себя от своего персонажа. Платон боится, что идентификация с поступками персонажа способна изменить поступки актера в будущем, а, возможно, и поступки публики, отождествившей себя с этим персонажем через сочувствие. Эту же концепцию пытался возродить и Ларс фон Триер в своих ранних кинолентах. Так, к примеру, в его фильме «Элемент преступления» 1984 года, герой кинокартины, расследуя преступления, настолько погружается в контекст жизни преступника, что сам становится преступником. На самом деле, уникальная кинолента, Триеровская, очень интересно выдержанная и в смысле ее визуального ряда. В этом фильме повествуется об истории детектива Фишера, думаю, фамилия тоже отсылает к христианской философии, который пользуется, всю жизнь свято верит в книгу его учителя Осборна, который и называется «Элемент преступления», в которой сказано, что и подробно проанализировано, как вычислить преступника, для этого нужно погрузиться в тот же самый контекст, попытаться максимально отождествиться с ним, и через какое-то количество времени ты начнешь думать таким же образом. И, в общем-то, эта кинолента заканчивается весьма и весьма специфичным образом. Не просто Фишер, расследуя это преступление, становится преступником, он в качестве приманки использует девочку, чтобы заманить убийцу, и так как убийца не приходит, убивает ее сам. Но самое удивительное в том, что оказалось, тот преступник, которого они так давно ловили, давным-давно мертв. Дело в том, что связующим звеном между преступником и Фишером был его учитель Осборн, который также когда-то, вжившись в роль этого преступника, стал убивать после того, как скончался собственным убийцем. То есть, вывод этого фильма, действительно, на самом деле, абсолютно уникальный старт, потому что это одна из самых ранних киноленту Триера. Так вывод его в том, что человека не существует. Существуют лишь его атрибуты и его контексты. И именно это определяет то, кем мы являемся. Если человек следует по пути убийцы, то он непременно повторит его судьбу рано или поздно. Платоновские ноты, здесь думаю, очевидны. Если актер вживается в роль преступника, то он может сам стать преступником. Следующая кинолента Триера также обращена к весьма схожей теме. Эти обе киноленты входят в трилогию И. Они все с буквы Е начинаются. Последняя будет Европа. Но я к ней не буду сегодня обращаться, к этой киноленте. Так вот, вторая часть этой трилогии это Эпидемия, вышедшая в свет в 1987 году. Здесь этот фильм интересен тем, что в общем-то в нем снимается сам Триер в роли Триера и сам Нильс... Да, правильно, Нильс Форсель это его сценаристы, которые пишут сценарий для фильма. Того самого, который мы смотрим. То есть он как бы псевдодокументальный и смысл, опять же, киноленты в том, что параллельно, помимо самого действия, вклиниваются еще фрагменты того сценария, который они пишут. Дело в том, что они как бы описывают ситуацию современную, но пытаются перенести ее в некое абстрактное время, где бушует чума и врач уходит из города, чтобы лечить тех, кто страждет. То есть уходит из последней цитадели, где чумы нет, в общем-то, в зараженную территорию. И уникальность этой киноленты в том, что, в общем-то, оказывается в итоге, что врач не лечит никого, а что именно он является разносчиком чумы. А, и опять же, это проводится целый ряд параллелей между этим сюжетом и архетипическим произведением искусства в принципе. То есть творец не указывает на проблему, он создает проблему. Как и врач из этой киноленты, он не лечил чуму, он созидал чуму. И высшая цель искусства не просто оказать влияние на реальность, но творить реальность, как сценарий фильма или сюжет книги. И насказание, в общем-то, этого фильма таково. Написание сценария о чуме обязательно должно вызвать эпидемию во внешнем мире. Иначе это просто плохой сценарий. В общем-то, именно этим эта кинолентой заканчивается. Тем, что когда они дописали сценарий, стали его читать, начинается, собственно, эпидемия. Известный английский эссеист первой половины XIX века, один из моих любимых писателей, это Томас де Гвинси, высказывал схожую мысль, правда, о представителях философской профессии, а не о поэтех. Он говорил, что силу мысли философа можно определить по тому, пытались ли его убить или нет. Если пытались, значит, это действительно мыслитель, который обладает великой силой. А если не пытались, ну, значит, его мысль безумна. И уж коль скоро мы сегодня начали разговор с Платона, да, то достаточно вспомнить, как за Сократом, в общем-то, весь город гонялся, да, чтобы его убить. И, в общем-то, это увеличалось успехом. Чашу с цикутой со своей онлески. Ну, а из недавней истории можно вспомнить, как стреляли в отделах. Дело в том, что, на самом деле, я не провожу параллель между мыслителями и художниками, но де Гвинси не был философом, и для него созидание, созидающая мысль или созидающий образ, они, в общем-то, не сильно отличались. Для него искусство и философия это примерно рядоположенные явления. Он не был столь строг, как представители современных наук. Поэтому, в данном случае, и вову-то ту реплику относительно философов вполне можно перенести и на художника. Здесь получается все абсолютно так же, как и у Платона. если представитель искусства действительно является настоящим подлинным творцом, то, в общем-то, его нужно остерегаться. И достаточно вспомнить тот факт, что Платон на самом деле не изгоняет из полиса все искусство. Он разрешает оставить такое искусство, которое будет нормализовано и адаптировано под нужды общества. Ну, к примеру, типизированная и тотально нормализованная музыка для парадов или иных торжеств. Или там тотально нормализованные какие-то песни, допустим, походные песни для укрепления другого духа. То, что может служить в качестве искусства прикладного. Это он вполне допускает. то есть в данном случае речь идет уже не об одном искусстве, а о двух разных типах искусства. У одного вида искусства, неподражательного Платона, то есть в смысле того, которое не может казаться заменой альтернативы для окружающего мира. У него, в общем-то, силы никакой нет, и бояться его не стоит, Платон его даже не боится, учитывая тот факт, как он восторженно отзывается о искусстве, насколько его содрогает мысль, содрогается от мысли о том, что вообще кто-то может прийти в этот полис, обладая настоящим творческим талантом. Другой же вид искусства по Платону подражательный, то есть тот, который может собой не просто заменять реальность, а который в каком-то смысле является более реальным, чем сама реальность. Вот это искусство обладает колоссальной магической силой, и именно против него направлены все высказывания Платона. Против подражательного искусства. Только нужно вот это слово подражательный понимать у Платона правильно. Не то, которое вторично, а то, которое может заменить изначальную реальность, и именно это и страшно. то есть где грань между актером и его персонажем уже стирается. Такое искусство, то есть искусство по Платону подражательное, полностью, судя по всему, завладевало людьми прошлого, и этот эффект в античной Греции именовался божественным ужасом. Теос Фобос. такое исступленное вхождение в произведение искусства, как самый неистовый ритуал, было, судя по всему, типично для мировоззрения людей античности. В своей антигоне Софокул так определил наделенного творческими способностями человека. Цитирую. Искусство толкает его то к благим, то к позорным деяниям. То есть искусство подобно судьбе, фатуму, оно способно было распоряжаться судьбой человека вне зависимости от его сознательного решения. То есть оно его может толкать как к каким-то деяниям, которые превзошли его возможности, его потенциалу, так и наоборот низвергать в пучину каких-то абсолютно неистовств, которые бы он себе никогда на сознательном уровне не позволил. И неудивительно, что Платон изгоняет поэта из своего воображаемого идеального полиса, и в данном случае с ним сложно не согласиться. Искусство это то, что нарушает порядок обыденности, нарушает закон, а значит оно в прямом смысле слово противозаконное и должно быть изграно. Только тот, кто действительно верит в силу искусства способен всерьез рассматривать проблему искусства как проблему государственной важности. В 1827 году было опубликовано весьма примечательное эссе. Оно принадлежало перу Томаса де Квинси, на которого я уже ссылался сегодня, эссе имело наименование «Убийство как одно из изящных искусств». В этом эссе преступление получило связку с произведением искусства. И пусть и в иронической манере, тем не менее сопоставляется с произведением искусства. Насколько же это оправдано? Действительно ли произведение искусства имеет столь опасное сродство? И если преступление это тоже искусство, как утверждает в своей блистательной манере Деквинси, то можем ли мы предположить, что искусство тоже в какой-то мере является преступлением? В только что вышедшей на русском языке книге «Человек без содержания» Джорджа Гамбина, оригинал 70-го года на русском появилось месяц назад. Еще значит не распороданное можно приобрести. Так вот, Агамбин в этой книге писал о концепции искусства в эпоху романтизма. Процитирую. «Искусство представляет собой фундаментальную опасность не только для того, кто его производит, но и для общества». Конец цитаты. Ссылаясь в качестве примера на Гюльдерлина, Агамбин указывает, что тот считал, что именно высочайшие достижения искусства Греции послужили отправной точкой ее падения. Произведение выходит за ограниченные формы рамки и выливается в неконтролируемый поток разрушения, который способен как создать платформу для возникновения чего-то более совершенного, так и напротив безобразного. Удивительно, но как много написано на тему созидательной силы искусства и как мало о ее разрушительной силе. Если не брать в расчет художественную литературу, где эта тема по крайней мере изредка затрагивалась у По, у Лавкрафта, отчасти у Гробинского, так не является ли созидательная сторона искусства не просто одной из двух граней на ряду с разрушительной стороной, но лишь побочным продуктом силы разрушения. Мне здесь вспоминается эпизод из оперы Щенберга «Моисей и Аарон», который мы уже рассматривали на одной из наших предшествующих лекций, в самом конце второго акта пришедший с горы Моисей своим словом разрушает языческие образы. Моисей говорит, что образ ничто против невыразимой великой мысли, богообраз ничто перед невообразимой полнотой неявленного божества. Но данный манифест Моисея парируется смелой и крайне значимой для нас фразой Аарона, который говорит буквально следующее «Разве не было ярчайшим образом то, что силой мысли ты сокрушил образ?» Так разве не является созидательная сила искусства столь воспеваема, особенно в педагогическом процессе, то есть в школах и институтах всех мастей? Не является ли она лишь случайным побочным продуктом разрушения? Силой развеществления, которое обладает искусство. К подобным выводам можно прийти, читая, к примеру, некоторые выкладки Фердинанда де Сассюра, к примеру, о том, что конечной целью стихосложения возможно является не созидание, а упразднение всяческого смысла. Сопрягая слова не по их функционированию в привычной сетке означающих, а лишь на основании ритма и рифмы поэт творит из слов музыку, организованные звуки, растворяющие любой смысл. Подобную точку зрения можно встретить и у того же Джорджа Гамбина. Процитирую. Поиск абсолютного значения поглотил любые возможные значения, позволив выжить лишь знаком и формам лишенным смысла. Конец цитата. Здесь мы соприкасаемся с сложнейшей задачей, понимание которой в полном объеме невозможно, исходя из самой ее сути. Однажды я уже посвятил этому целую объемную лекцию, которая впоследствии была опубликована, правда, только на английском языке. Русскоязычная версия этой лекции есть в интернет-сети под названием «Лиминальные аспекты сна». Ее можно посмотреть на моем официальном канале на YouTube. В этой лекции я предположил, что именно бессмысленность особенно значительных и трансформативных сновидений способна оказывать столь сильные сдвиги в восприятии человеком той или иной ситуации, а не обилие в них смысла, как это обычно рассматривалось. Исходя из тезиса той моей давнишней видео-лекции, с которой, надо сказать, я по-прежнему абсолютно согласен, именно пространство бессмысленного и является своего рода панацеей или тем универсальным растворителем, который так активно искали мистики и алхимики прошлых столетий. И, как и в случае с алхимическим универсальным растворителем, пространство, в котором он может существовать, это всегда отсутствующее пространство. Ведь если универсальный растворитель действительно растворяет все, то не останется ничего, что могло бы его удерживать. Так же и в случае с абсолютным произведением искусства, с которым так восторженно носились творцы девятнадцатого столетия. Ну, в частности, маларома, достаточно одной фигурой вспомнить, хотя еще и скрябин носился на том языке. Абсолютное произведение, претендующее на абсолютный смысл, должно быть абсолютно бессмысленно. Ибо абсолютный смысл не корреспондирует к воспринимающему его сознанию, а лишь включает его в качестве одного из своих элементов, не соотнося ни с чем более, как кроме с самим собой. И именно такое произведение искусства способно послужить отправной точкой к формированию чего угодно, как катастрофической, так и самой структурированной и благой социокультурной ситуации. Раскутывая узы смысла, абсолютное произведение искусства в каком-то значении выходит в сферу флуктуаций локановского реального, лежащих за пределами смыслов и образов, и предстает в виде вещи, лишенной всяческого смыслового измерения, а значит вещи, доступные для любого исполкования. Флабер писал «Шедевры тубы, у них спокойные обличья, как у созданий природы, крупных животных и гор». То есть пресловутая бездна смысла, о которой с таким рывением говорят ученикам в школах и институтах, есть на самом деле лишь отсутствие любого смысла. Именно так произведение искусства, будучи конечной вещью, может одновременно являть собой бесконечное множество. А ведь именно бесконечное множество является определением истины согласно Олену Надью, как мы это детально разбирали на прошлом нашей занятии. Здесь следует сразу же оговориться, что обычная заурядная попытка создания чего-то абсурдного или бессмысленного всегда оборачивается не бессмысленностью, а предложенными определенным количеством ограниченных возможностей к интерпретации. Так, один из критиков системной ассоциации Карла Густава Юнга был достаточно жестоким этим самым Юнгом высмеем, так как приведенные этим критикам с его точки зрения абсолютно бессмысленные слова, которые он выбрал наугад, которые первые пришли ему в голову, пытаясь продемонстрировать отсутствие каких бы то ни было психологических констелляций в значении случайно выбранных слов. Так вот, эти значения были ловко проинтерпретированы Юнгом таким образом, что вскрывали те черты личности данного критика, которые он себе признавать явно не хотел, но в то же самое время отрицать их было бы неуместно. Так что нужно оставить любые попытки создания чего-то совершенно бессмысленного за счет формального отключения сознания. Это невозможно. В этом собственно убедились сюрреалисты. Было самое большое их разочарование. Отключить сознание нельзя, можно лишь уменьшить его действие, а значит мы создаем произведение не бессмысленное, а с меньшим количеством смысла, чем мы могли создать на сознательном выходе. А бессмысленное произведение это произведение с неограниченным количеством смысла. Ибо неограниченное количество смыслов равноправных и рядоположенных является синонимой бессмысленным бессмысленным. Судя по всему, даже далеко не каждый объект, взятый из природного контекста, может являть собой подлинную вещь, как воплощение реального, стоящего за пределами любой интерпретации, и в то же самое время способный порождать бесконечное количество интерпретаций. Если реальное по лакану проявляется как правило во временном смещении символического порядка, то в объективированной форме произведения искусства, как вещи с большой буквы, судя по всему, наличествует такой потенциал данных флуктуаций, который действует как будто бы в единовременности. То есть когда флуктуации смысловых порядков представлено в столь значительном многообразии и столь хорошо соперничают друг с другом за право быть единственными, что мы не можем не только выбрать какую-то единственную точку зрения на данный объект, но и даже включиться в саму процедуру теоретического сопоставления возможных его истолкований мы не можем. Если проводить параллель с музыкой, если кто-то разбирается, то есть такое явление феномен как мультифоники на духовых инструментах. Как известно, на духовом инструменте можно извлечь только один тон в единовременности. Но вот эти самые мультифоники они в чем-то похожи на FM-синтез по своей сути. Дело в том, что исполнитель как бы берет аппликатурно нечто среднее между двумя разными звуков. как бы не дозакрытые клапаны. То есть, если он их закроет, будет один звук. Если откроет, будет другой. И эти звуки неравномерно борются за господством единственного возможного пространства. И в данном случае мы слышим и не одну ноту, и не другую, а мы слышим нечто среднее между ними и еще целый спектр добавляющихся к этому условно нечто. Это то, что происходит не на что. Вот этот спектр, это многообразие, которое мы слышим в этих самых мультифониках, в чем-то схоже с описываемым мной на философском уровне процессом. То есть, когда многообразие смысла столь велико, и оно борется за право завладеть этим событием или этим произведением искусства, мы их настолько много, и они настолько равноправны, что мы даже не можем приступить к процедуре интерпретации. Вот что такое бессмысление. Таким образом, истинное произведение искусства является своего рода абсолютным пределом, очень рискованной границей, тем самым последним пределом, до которого человек в принципе может дойти. Границей лежащей между человеческим и не человеческим, и тем самым утверждающей человеческое измерение. Ибо там, где нет границы, нет и того, что ей может быть отделено. Если нет того, что обозначает предел человеческого, понятно, что нет и самого человеческого как такового. В одном из писем к своей супруге Кларе Рильке писал произведения искусства всегда будут плодами риска, опыта, доведенного до предела, до точки, где человек не может больше продолжать. Конец. Цитата. То есть произведение искусства, которое в рожах какой-то смысл и которое несет этот смысл, по сути не является произведением искусства в качестве опыта предела. Причем под смыслом произведения искусства я подразумеваю две совершенно различные его ветви. Первая из них это собственно те идеи, которые может порождать то или иное произведение. Второе же это отточенная форма, воплощающая собой изысканное чувство вкуса ее автора. Но если и то и другое ни в коей мере не являются атрибутами произведения искусства как предельного опыта, произведения в качестве вещи как таковой, в качестве пространства чистого бессмысленного мытия, то куда нам отнести произведения, которые наделены к примеру изяществом формы, то есть те, о которых принято говорить, что их автор обладает чувством такта, вкуса, владеет совершенством пропорций, а также те произведения, что последовательно желают нас чему-то научить. Судя по всему, именно здесь нам и понадобится введение пресловутых психоаналитических категорий удовольствия и наслаждения в качестве тех качеств, простите за тактологию, которыми может быть определен наш контекст и наше взаимодействие с таковыми произведениями. Контекст в том смысле, что мы в них окружаемся. Под удовольствием психоаналитической литературы лакановского толка, наследующей психоанализу Фрейда, понимается стремление к минимально возможному возбуждению. Это своего рода гомеостаз, когда человеческая психика стремится к такому состоянию однородного покоя, который не угрожал бы его выживанию. То есть минимальное из всех возможных возбуждений полное расслабление и стремление к покою в рамках продолжения своего существования. То есть без саморазрушительных тенденций по типу растворения в небытии и так далее. Под наслаждением же я буду понимать нечто прям противоположное. То есть максимальное напряжение, то, которое в каком-то случае даже превосходит возможности самого человека. Это та сила, которая способна разорвать на части, при том, что речь идет об опыте, который может быть описан и в терминах восторга. То есть не обязательно окрашен негативный тонал. Его природа это скорее амбивалентная природа, где боль и наслаждение сливаются воедино. Ведь разве не любим мы более всего, к примеру, такие произведения искусства, которые в наибольшей степени заставляют нас сопереживать, включаясь в процесс настолько, что иногда сложно отличить, что мы по-настоящему испытываем в данный момент острую боль или подлинное наслаждение. Судя по всему, существует действительно два типа произведения искусства, относящихся к различным принципам функционирования. Однако, для того, чтобы прояснить эту ситуацию, придется взглянуть на то, как вообще складывается современное нам понимание вкуса, столь принципиально отличающее первую категорию, обозначенное мной как произведение, вызывающее удовольствие. Я вновь обращусь к книге Джорджа Гамбина «Человек без содержания», в которой этот философ предлагает анализ формирования понятий хорошего и дурного вкуса в европейском обществе 17-го столетия. И какое влияние это оказало на искусство в целом. По мнению Агамбина, до 17-го века различий между высоким и низким искусством попросту не существовало. Было лишь различие между церковным и светским. Как он полагает, заказчики шедевров Рафаэля и Тициана не смогли бы провести различия между этими картинами и теми машинными автоматами, которые были столь модны в эпоху Ренессанса. То есть любая занятная вещица становилась в один ряд с шедевром искусства. Своё мнение Агамбин подкрепляет не только авторитетом своей собственной фамилии, но и ссылками к примеру на то, что великий Брунелески помимо своих непревзойденных произведений архитектуры создавал механизированные скульптуры ангелов, которые могли двигаться, чем изумляли толпы аристократов. И последнее вызывало не меньше интерес к фигуре Брунелески, чем его купол Санта-Марина Тельфиара. Более того, до 17 века, как полагает Агамбин, не было даже особого принципиального разделения между волей заказчика и волей автора. Так Джулио Медичи и Юлий Второй активно вмешивались в работу Микеланджело, что на наш взгляд является просто вопиющим варварством и дикостью. Но вот Микеланджело считал иначе. И он не только не возражал против участия в этих проектах своих заказчиков, но и достаточно лестно отзывался о Джулио Медичи, говоря, к примеру, что тот обладал исключительным пониманием художественного процесса. Разделение на публику, который положено проявлять для оценки произведения искусства свой вкус, и автора, который должен самостоятельно творить наподобие христианского творца из ничего, такое размежевание происходит, по мнению Агамбина, именно в XVII веке. И именно с этого момента, как можно предположить, люди перестают так переживать произведения искусства, как это описывал Платон, как это описывал Августин и другие видные мыслители, обращавшиеся в своих трудах, в том числе и к фиксации своего контакта с искусством. Начиная с нового времени, опыт прикосновения с произведением искусства перерастает в опыт вынесения осуждения, которое должно продемонстрировать наличие или отсутствие у высказывающегося эстетического вкуса. И самое забавное, то, что если сейчас нам кажется, что произведения низкосортные, то есть произведения, воспламеняющие души толпы, изначально были противоположены высоким произведениям искусства, обращенным к интеллектуальной элите, то, судя по всему, это значительно их взаимоотношения сложнее, чем может показаться изначально. Первый образец жанра, который рассматривался уже в эпоху его появления как жанр воплощенного турновкусия, но в то же самое время очень популярный жанр, и всеми читаемым, это галантный роман 17 века. Так вот, весь парадокс здесь заключается в том, что первые произведения, которые маркировались как произведения, наделенные дурным вкусом и дурным слогом, предназначались для интеллектуальной элиты, которая, осознавая их дурновкусие, зачитывая имя. Марсель Пруст говорил, что когда умный человек становится еще умнее, то он приобретает привилегию быть не только умным, но еще и глупым. Также и здесь именно общество, которое было хранителем высокого, хороший вкус. То есть элита стала основным потребителем галантных романов 17 века. Но в данном случае я приложу обложку издания Кальпренета, одного из основателей сих многочисленных в кавычках шедерна. В данном случае это его Кассандра. Известная французская аристократка 17 века, наделенная великолепным словом, это маркиза де свинье, писала в одном из своих писем. Процветил, иногда я задумываюсь, откуда во мне берется страсть к этому вздоху. Это почти не объяснило. Вы, возможно, помните, до какой степени меня коробит скверный стиль. Ведь я все-таки разбираюсь в хорошем. И никого не трогает очарование красноречия так, как меня. Стиль Ла Кальпранеда ужасен в тысячи мест. Огромные периоды, безобразные слова, я все это чувствую. Я нахожу, что стиль Ла Кальпранеда отвратитель. И однако не могу удержаться и ловлюсь на его приманке. Красота чувств и жестокость страстей, величие событий и чудесные победы грозных фехтовальщиков. Все это влечет меня, будто маленькую девочку. Если бы не утешение господина Ля Рушфуко и господина Аквилия, я бы повесилась, еще хотя бы раз обнаружив в себе эту слабость. Конец цитаты. Это пишет женщина, прославившая свою страну, как автор одного из самых известных историй эпистолярных наследий. Таким образом, именно эстетическая элита стала основным потребителем такой романистики. Возможно, именно воспитанный высокий вкус и возможность отличать в произведениях вкус дурной позволял во всей полноте насладиться последним. то есть тем, что проявлялось в совершенно невообразимых переплетениях сюжетов этих романов и совершенно ужасающем нагромождении всевозможных эпитетов. Ведь что чувствует Маркиза де Савиньон? Она чувствует жгучий стыд. Коль скоро она сообщает, что у нее возникает желание повеситься от того, что она ловит себя на мысли о том, что ей интересны эти безвкусные вещи. А что такое стыд, как неформа проявления наслаждения, в которой боль и радость сопрягаются воедино, в которой границы разрушаются и одновременно устанавливаются, так как если бы границы вовсе не фигурировали в этом амбивалентном чувстве, то в общем-то стыдиться было бы нечего. Стыд происходит как раз от того, что он не только размывает границы, он их максимально очерчивает. В этом вся прелесть наслаждения как такового, и в этом оно схоже с наслаждением. Наслаждение нарушает границу устанавливаем ее, стыд нарушает границу дозволенного и устанавливает эту границу, иначе это был просто не стыд. Ну, может быть, страх, но не стыд. Наслаждение и стыд сопряжены более тесными узами, чем можно бы было подумать, не продумывая этот вопрос более детально. Так что постепенное распространение литературы и иных искусств низкого вкуса явилось своего рода реакцией на установление в качестве мерила хорошего вкуса, что означало восприятие произведения искусства сугубо эстетически. Или, как позднее напишет Кант, не заинтересован. Однако, как далеко все это от того, что описывала в своих письмах маркиза до сведения. У Канта нет опаляющего стыда, от которого хочется одновременно повеситься, ибо этот стыд настолько яркий, что непереносимый. И тем не менее, раз за разом она открывает эти бесвкусные книги и перечитывает их вновь. В киносаге Клайва Баркера «Восставший из ада» достаточно известного писателя-фантаста, а посовместительствующего кинорежиссера, автора нескольких культовых хорроров, можно обнаружить идею о том, что наслаждение это то, что разрывает, фрагментирует субъекта. В данном фильме высшее наслаждение трактуется как возможность испытать предельную боль и не умереть при этом. Боль воспринимается нами как нечто негативное лишь по той причине, что несет в себе предупреждение об определенных разрушительных или, возможно, даже фатальных необратимых процессах в организме. если боль можно будет испытывать неопределенно долго и без каких-либо негативных последствий для организма, то это и есть чистое наслаждение. Наслаждение разрывания на части без фрагментации организма, без разрушения организма. Не так давно сценарист Чарли Букер в финальной части четвертого сезона своего проекта «Черное зеркало» повторил данную историю Клайпа, но в данном случае перепел немножко ее на свой лад. Там это чудо изобретение, которое позволяло доктору чувствовать боль пациента, дабы точно диагностировать. Потому что пациенты описывают же боль как попало и могут даже не знать где у них болит, что болит. А в данном случае это устройство позволяло вживленное ему в мозг точно считывать боль пациента и при этом так как это была не его боль, это было абсолютно никаких последствий для него не могло быть. Ну, в общем-то в данном случае мы видим в чистом виде перепевания Клайва Баркера сюжета только в случае с Баркером это в чистом виде фотосмоголия такая постановочная фантастического толка. Здесь же это скорее такая фантастика футурологического плана. Не предполагает каких-то иноземных существ и так далее. Но по сути это одно и то же и самое главное здесь уж коль скоро мы сегодня говорим о действенности произведений дурного вкуса, то это произведение дурного вкуса. Но именно поэтому они и вызывают это самое чувство стыда. А значит их стоит. Наиболее любопытным кажется то, что по мере захватывания низким жанром все больших слоев населения, а значит по мере привыкания к этому низкому жанру, в качестве ответной реакции возникает как раз искусство безобразного, столь красочно преподнесенное уже в эстетике романтизма, особенно в готическом романе. И постепенно формирующемся тогда жанре литературы ужасов. То есть когда ресурс безстыдно прекрасного или как это я люблю именовать красявого, а именно не красивого, а красявого, так это так уж красиво, что тошнит. Так вот, когда ресурс этого самого красявого был полностью израсходован и уже не вызывал никакого стыда, авторам пришлось переходить в другую сферу, сферу безобразного. И я думаю, что жанр хоррор, процветающий и поныну, был бы несостоятелен, если бы он зиждился лишь на страхе и не имел бы в качестве одной из своих опор чувства стыда. стыда. Стыда за то, что человек тратит свое время на просмотр столь безвкусной киноленты. Но именно дурновкусие и способно вызывать в нас подлинное наслаждение, в то время как произведения эталонного вкуса вызывают в нас совершенно иное чувство. Они вызывают констанцию удовольствия. так на протяжении последних веков соперничают между собой удовольствие и наслаждение в качестве результата воздействия произведения искусства на воспринимающих. И самое интересное здесь то, что произведение искусства, судя по всему, не обязательно наделено тем или иным качеством изначально, а может воздействовать на разные слои общества, по-разному. К примеру, просмотр дешевой мыльной оперы может вызывать удовольствие, ибо демонстрирует нормализованный сюжет, который навряд ли сможет вас чем-то удивить, что в плане образов, что в плане актерской игры, и уж тем более в плане режиссерской или операторской работы. Но этот же дешевый и замыленный сюжет, попавший к человеку высокого эстетического вкуса, то есть к тому, кого модно называть интеллектуальной элитой, может вызвать в нем жгучее чувство стыда, и тем самым пробудить интерес уже не на уровне умиротворяющего удовольствия от каждодневного просмотра бессмысленного сериала, к примеру, но от чувства стыда, дарующего переживание предельной границы между болью и наслаждением в той форме, как это описывала маркиза де Севенье. Выходит, что если обратиться к музыкальному искусству наших дней, то придется признать, что типизированная эстрадная музыка может оказывать как эффект гомеостатического удовольствия для того, кто не осознает насколько это стандартизовано и примитивно, так и возможно стыда наслаждения для того, кто способен последнее болезненно воспринимать. Интересно, но как в эпоху романтизма элита, дабы отделить себя от вкусов толпы, постепенно переходила с занимательных прекрасных историй к историям ужасных, полных загадок и страшных тайн. Также в наши дни зачастую высокие произведения современного музыкального искусства нарочито аэстетизированы. Они некрасивы в том смысле, что не могут быть прочитаны в комптексте эстетической категории прекрасно. Это другая гет, ведущая наслаждение или пытающаяся у нее прорваться. Такие произведения искусства, форсирующую свою непредрасположенность вызывать удовольствие у публики, действуют не хуже, чем когда-то действовал Франкенштейн решение. Но вот в чем незадача. Именно подобное искусство, которое, казалось бы, заточено под наслаждение и трансформативный опыт, на самом деле способно его реализовать в значительно более редких случаях, чем опыт стыда. Как писал Бодрияк, страшное нас больше не пугает. Нам нужно чудовище, которое объединит в себе безобразное и прекрасное в одновременности. Но, судя по всему, такое объединение произойдет под эгидой прекрасного и удовольствия от него, а не под эгидой возвышенного и наслаждения. Если в прошлые века, в античности или в средневековье мир в ужасающей красоте искусства испытывал в большей степени трепет перед ним, чем удовольствие, то в качестве комплементарного дополнения в наши дни даже ужасающие бойни хоррора или безумные перепады в децибелах и всевозможных сочетаниях несочетаемых звуков в музыке не способны более обратить нас в агонию сакрального трепета. Они вызывают восторг, но восторг, которые сродни удовольствию, чем наслаждению. Он не выводит нас за рамки. Таким образом, разделение на высокие и низкие вкусы на самом деле и послужило причиной отчуждения человека от искусства. Понимание, то есть вынесение взгляда творца за пределы взгляда публики упразднило возможность тотального наслаждения, оставив одну единственную неукрощенную надежку. Стыд. Стыд происходит как раз из понимания того, что ты вторгаешься в зону настолько ясную, настолько упрощенную и примитивную, настолько предсказуемую, что осознание этого доводит ее до состояния чистой данности вещи, а значит неинтерпретируемого бытия божественного ужаса первичного искусства. Другое дело, что проблема стыда в том, что его границы быстро обживаются нами, и стыд очень скоро уже не будет способен возникать в том же месте, где он возникал впредь. Сможет ли искусство вновь соприкоснуться с реальностью настолько, насколько оно было связано с ней до 17 века? Это вопрос скорее риторический, чем тот, на который можно даже попытаться дать ответ. В наши дни особые сильные батлы ведутся между искусством, выражающим определенную идею и искусством, ищущим лишь область своей собственной формы. Видный современный архитектор и теоретик искусства Питер Айзерман, на которого я часто ссылаюсь в своих лекциях, считает, что искусство либо говорит с нами на уровне своей формы, то есть на уровне ассоциаций, которые эта форма вызывает, либо на уровне его внутренней структуры. Здесь, утривая его мысли, можно было бы противопоставить ангажированное искусство, то есть то, которое красноречиво выражает свою мысль, зачастую не затеяливая, и то искусство, которое стремится к познанию своих собственных оснований. Однако, как это ни странно, но и то, и другое искусство лежит в плоскости искусств стремящихся удовольствия. Искусство, которое демонстрирует свою мысль наглядно, и искусство, рассчитанное на интеллектуала, которое может сопоставить его с ближайшими к нему формами, и определить степень изощренности в интерпретации его автора, это, в общем-то, и то, и другое искусство, рассчитанное на возможность их оценки, то есть восприятия, или, как сказал бы психолог, контролирование, то есть приятия их. А значит, в общем-то, все эти батлы ведутся в пустую. Искусство же, выступающее по отношению к этим двум типам в оппозиции, это такой тип искусства, который не предполагает, что его можно вообще воспринять. как высказывание в виде формы или высказывание в виде мыслей. Отличным примером для меня является в данном случае архитектура Рэма Колхаса, которая, как говорит сам автор, рассчитывана на функционирование, на эффективное включение в городское пространство, а не на демонстрацию чего-то. Такие произведения действительно воспринимаются как давность, как гора, водопад, река или каньон. Они могут получать бесконечное число интерпретаций, но ни одна не будет для них исчеркивающей или даже более или менее верной. Такие произведения не вызывают острых чувств, как чувство стыда, но они запускают необратимые процессы, при которых общество, по крайней мере, использующее это произведение искусства люди в максимальном приближении от него находящиеся, но в данном случае если речь об архитектуре, то находящиеся в этом архитектурном объекте или живущие где-то неподалеку, так и вот, все это общество начинает функционировать по другим принципам, чем до того, как этот объект появился. Такие произведения проламывают брешь в мире, в которую устремляется поток человеческих стремлений и желаний, поток ранее не существующий и который возможно даже не всеми будет осознан, как вызваны именно эти произведения искусства. Эти произведения внушают нам не разрывающие на части наслаждения стыда, которое очень быстро, к сожалению, заканчивается, а поселяют в душе долгую и постоянную тревогу, которая существует фоном, словно бы мы ее и не замечали в полном объеме. Но эта тревога становится одной из наших движущих сил, и нам неведомо, к чему она нас приведет, к благу или к худу, как это писал Сафок в своей Антигонии. А значит, в редких произведениях искусства современности в какой-то степени этот античный идеал, идеал сверхискусства, искусство подобного вещи, искусство подобного самой совершенной вещи, которая будет более реальна, чем сама реальность, он все-таки возможен в нашей дне. Он не будет больше нас захватывать таким же образом, как это показано в сценке реакции дикарей на театр в всем известной киноленте «Пианино». Но когда их реакция назначена, если на сцене кто-то просит о помощи, надо забраться, помочь. они как раз понимают театр правильно, ведь именно это должен вызывать театр, должен вызывать соучастие. Но мы ограничиваем наше соучастие в театре, мы переключаемся на оценочное суждение. А значит, не можем больше воспринимать имитирующуюся сцену, как подлинную сцену, разыграющуюся перед нами. что в общем-то и так и пугало Платона когда-то. Это не просто действие, оно не просто имитирует ситуацию, это и есть эта ситуация. Более того, данный еще и в эталон, не плохо, она же продумала, там она случайно сходила. перфоманс, когда участник может на стрелу нажать в этот крат. В данном случае включение, дело в том, что перфоманс я думаю, что это одна из тех форм, которые пережитки изначальных дадаизма и сюрреализма в новой форме представлены, но это как раз попытка сделать искусство бессмысленным, то есть некую ситуацию, которая не контролируется, лишь отчасти контролируется автором, а остальное типа она демонстрирует свою случайность. Но в общем-то мы уже с вами достаточно неплохо посидели на фукое и на лакане, и в общем-то нас этим не проведешь. Мы понимаем, что чем меньше человек осознает, что он делает, тем в большей степени он поступает структурировал, тем в большей степени он отыгрывает эпистемы своего времени, он отыгрывает положенную им в стратификации положение, то есть если вас окрикивает полицейский, то вы же демонстрируете его власть, не он. То есть вы поворачиваетесь, а значит он имел право вас окрикивать. Правильно? и здесь как раз это отличный пример для того, что когда человек не думает, он поступает более типизированно, а не менее типизированно. Я не так давно для своих студентов делал лекцию, показывал пьесу одного из моих любимых авторов, Кристофера Рауза, американца, «Возвращение Альбериха», она называется, «Концерт для ударных инструментов с оркестра». Вы можете послушать ее в интернет-сети, она есть и на Ютубе, и просто на различных сайтах МАТ. На Ютубе несколько даже версий, они все очень качественные. Так и вот, там очень часто кажется, что исполнитель импровизирует, но это выписано до мельчайших подробностей, для того, чтобы исполнить, это едва ли не наизусть нужно выучить. Но создается эффект сверх импровизации, потому что сколько бы исполнитель, даже самый классный импровизатор не импровизировал, он будет демонстрировать определенные шаблоны паттерны. Именно они позволяют ему быстро это делать. А здесь как раз эти шаблоны все время нарушаются. И получается, что эффект создается, что мы выходим за пределы. То есть это кажется импровизацией, но на самом деле это импровизацией не является. Поэтому на самом деле подлинное произведение искусства достаточно сложно понять, как оно появляется. Я отчасти этого касался на лекции, посвященные феномену фантастического, когда в общем-то не фантастическому искусству, именно феномену фантастического, что далеко не одно и то же. Как раз в фантастических произведениях искусства фантастического обычно не нагрошен. И как раз соприкосновение с чем-то вторгающимся, иногда случайно вторгающимся в работу художника, оно действительно способно создать очень уникальный эффект, который будет порождать вот это ощущение лакановского реального как бы в единовременности. Понятно, что это все равно смещение во времени, ибо наше восприятие не может быть в единовременности. Такое дело, что сколько времени нужно на это смещение? Но вся прелесть в том, что фактически нисколько. То есть мы наблюдаем за объектом, и в нашей голове перебираются все возможные паттерны его интерпретации, и ни один не подходит. Вот это и есть вещь в чистом виде. То есть постройки колхоза, я считаю, уникальны, потому, что они не отсылают к каким-то особенным архитектурным решением в том смысле, в котором это было принято на протяжении, ну так скажем, с эпохи Ренессанса до середины XX века. Нужно было изобрести свою иконическую форму, и по этой форме мы сразу же, даже если это просто силуэт здания, мы сразу поймем какое это здание. Ну там, Станкинскую башню, да, или Московский Кремль, или как что угодно, да, еще и пара, с той петли. Но сразу же поймем, что это именно это здание, просто по его очертаниям. В случае же с Колхозом, несмотря на то, что он на самом деле не влезет в совершенно уникальную форму, они воспринимаются немножко пугающе. Пугающе, ну в данном случае, если вы видите это здание Си-Си-Ти-Ви в Бекине, и потому, что башни на самом деле наклонены под разным углом, мы видим огромный нависающий клин, консоль гигантского размера совершенно, это огромное здание, это небоскреб. И, конечно, здесь нарушается один из основных принципов архитектуры, одно из основных положений архитектуры всегда было до появления деконструктивизма, это устойчивость. Не устойчивость в смысле, что оно стоять будет долго, это как бы очевидно, а визуальная устойчивость, здание должно производить эффект стабильности, а это и есть удовольствие, а вот здесь этого нет. И самое главное, что если деконструктивисты с этим обычно легко играли, то есть просто демонстрируя свои роды неустойчивые формы, они не пугали. У Колхаса он просто этим пугает. Создается впечатление а-ля Пизанская башня, что это здание падает, при том, что оно рассчитано на совершенно колоссальные баллы для землетрясения, то есть оно сейсмостойко. Именно это и вызывает ту самую тревогу, которая тоже отсылает к наслаждению. Это уже не стыд, здесь как бы стыдиться нечего, это то, что как раз демонстрирует отчасти высокий вкус, но отсылает оно не к этому. Большинство построек Колхаса не могут впечатлить тем же, чем могут впечатлить постройки, там, не знаю, Фрэнк и Гайли, допустим, когда они нас захватывают, нам кажется, как тут здорово, вот это все. Они как будто они есть данность. Или как писал один из критиков, формы Колхаса настолько просты, что кажется, что у них нет автора. Но цитировать их бессмысленно, и вам будет сразу понятно, откуда это все. Вот, то есть шедевр или сопоставляет это с вещью Лакана подлинное искусство, как я зачитывал в Лабера, это когда мы на произведение искусства смотрим, как на объект мира. Но не поддается интерпретации, значит, оно поддается не рядом интерпретации. И оно неисчерпаемо, ибо на самом деле в равной степени мы считаем все. Ни два, ни три смысла. Это, простите, может даже вышедший на пенсию пристрастившийся к грабаманству пенсионер два-три смысла предупреждать. Здесь речь идет о совершенном е, о выходном за, о чем писал Рильке. И как раз поэзия Рильке отлично демонстрирует вот эту суть поэтического в развеществлении смысла. Поэт сопрягает те слова, которые в реальной нашей практике могут никогда не сопоставляться. Он их сопрягает из-за ритма и рифма. Он их сопрягает по принципам другого типа искусства, по принципам музыкального искусства. И эти слова, попадая в одинаковую позицию с одинаковой рифмой, одинаковым ритмом, как бы уравновешиваться. Хотя на уровне батареи означающих они занимают совершенно различную иерархическую позицию. И тем самым она и размывается. Вот он, выход за границу в области поэзии, в области музыкального искусства. Уж коль скоро у нас все-таки цикл, так или иначе, связанный с музыкой. Мне кажется, что в наибольшей степени это отчасти у Хельмата Лахенмана, конечно, есть такие произведения, которые совершенно ничем не могут шокировать. То есть они не созданы сознательно, а эстетично. Как он сам говорит, цель моего искусства удивляется. Мы не должны получить от него удовольствие, мы должны задаться вопросом, а почему он такой? Даже если мы знаем, кто такой Лахенман, обращаясь к каждому его новому сочинению, ну так скажем, почти каждому, не каждому, ему будет чем нас удивить. Удивить в том смысле, что мы становимся в тупик. А как это оценить с точки зрения вкуса? Это хорошо выстроено, не выстроено. Оно производит сильное впечатление, которое не может быть контейнеровано. Вот оно, современная форма наслаждения в искусстве, если не прибегать к форме стыда. Но повторюсь, тропинка стыда с одной стороны самая мощная, с другой стороны самая быстрокончающаяся. То есть там, где мы однажды испытали стыд, второй раз мы его уже не испытали. Где какой-нибудь взрослый, сознательный человек, который всю жизнь смотрел авторское кино, если он включит каких-нибудь телекузиков, то, конечно, он испытает жгучее чувство стыда. Он будет просто непостижимо, как это в принципе. Ведь это же кто-то придумал. это же кто-то придумал и, понимаете, кому-то за это еще денег заплатили. Но очень быстро он к этому привыкнет. И они ему как свои были. как родные. Вон покемонов еще навидят. И так давно бегали. Так что и к этому привыкли. Как привыкли, интерес пропал. Больше никто не ловит. Так и вот, в музыке же я бы все-таки одну фигуру привел, которая, на мой взгляд, эталонно эту идею выражает. Так скажем, аналог колхасов музыкального на искусстве. Это Георг Фридрих Хаас. То есть у нас Северная Европа берет верх, берет брасли пропления в свои руки. Ну, я все не приводил еще Ларса фон Тригера. Так что в общем-то все хорошо. И не так уж и гнило в Датском Королевстве. Но в общем-то если вы обратитесь к музыке Хааса, то там не будет никаких так ультрасовременных приемов. Там и не будет какой-то ультраавангардной формы, чтобы он прям в ней экспериментировал так, чтобы мы не могли сказать, что вообще никого больше такого нет. Но тем не менее каждое его произведение опять же ставит нас перед определенной очень сложной ситуацией. То есть создается впечатление действительно, что мы воспринимаем не высказывание, объекта. Ну например, мне кажется хорошим примером является его сексопоновый концерт. Один из редких случаев, когда в наши дни этот инструмент трактуется без каких-либо отсылок к джазовой культуре. Настолько необычно в данном случае звучит этот инструмент, хотя повторюсь, ничего выходящего за рамки того, что можно было услышать у того же Фернихоу или кого-то современных европейских композиторов там нет. Мы не сможем его отличить по характерным эффектам, которые раньше называли стиль. Однако его музыка поселяет в нас определенную тревогу. И возможно это единственная форма, которая для нас осталась на данный момент эстетизированного наслаждения. Потому что стыд это не эстетизированное наслаждение. Это как раз наслаждение, которое происходит по той причине, что мы перешагиваем через нас наш эстетический вкус. Ну в общем-то у меня на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, то я постараюсь на них ответить. Сегодня у нас достаточно лаконичное такое занятие получилось. я хотел на самом деле намного больше сказать, но вовремя себя поймал за руку, потому что считаю, что лучше не договорить, чем переговорить. Какие вопросы есть? Можно сказать? Вот сейчас на ЛДР в современном разница между высоким и низким искусством на данный момент все-таки актуальна или уже нет? Она все-таки имеет место быть? так же быть? Да, она имеет место быть, безусловно. Есть типизированное искусство, которое называется коммерческое и авторское искусство. То есть, думаю, я не открою вам какого-то ультра-секрета, что это даже официальный термин. Мы положим в киноискусстве как таковом. Есть коммерческое киноискусство. Целью создания киноленты является получение прибыли. не откровение, которое она произведет на вас. Там собираются большое-большое количество шаблонов. Это можно очень быстро и эффективно сделать. Более того, это шаблоны так называемые у профессионалов верняк. Когда работают наверняка. Например, если у ребенка бьют, то все плачут. Это очевидно. Есть такие приемы, которые автор с хорошим вкусом использовать не будет никогда. И есть произведения авторского жанра, где целью является именно создание чего-то принципиально иного, пересечения этой границы как таковой. Но в частности творчество того же Ларса фон Триева. Мне казалось именно в празднест лекции эта относительность и была. А вся соль этого вопроса заключается в том, что на самом деле если на ту аудиторию, на которую рассчитано типовое произведение, то есть, например, клубная музыка рассчитана на совершенно определенную аудиторию, она ей воспринимается как то искусство, которое разрешало ставить в поле секвотон. Прикладная музыка, которая в общем-то для удовольствия. Человек пришел, потанцевал, отдохнул, она произведет на человека с высоким вкусом, точнее, может произвести, необязательно произведет, чувство жгучего стыда, которое является противоположным чувством, чем то, изначально, на что оно было рассчитано. Я это имел в виду, не является ли на данный момент в современном мире это чувство стыда какого-то таким растиранием, грани, в индивидуальном восприятии. Смысл моей лекции в том и был, что начиная с того момента, когда появляется дурной и хороший вкус, по мнению Агамбера 17 век, но не будем с ним спорить, он, кажется, тем временем достаточно долго занимался. И к нашему времени действительно сложилась такая ситуация, которая на данный момент на самом деле не продумывалась никем. То есть, когда я ставил эту тему в сегодняшней лекции, я как раз хотел размежевать типы искусства, чтобы продемонстрировать определенные отличительные особенности, по которым можно было бы отличить одно от другого. Но я пришел к выводу, что в данном случае само по себе это обладание высоким или вкусом, или не обладание им, по большому счету разделяет толпу или людей, сообщества на определенные страты. И на одну или другую категорию этих людей один и тот же тип искусства будет действовать по-разному. Вот в чем дело. Более того, произведение, которое рассчитано на вызывание наслаждения, то есть то, чем восторгаются обычно ценители высокого искусства, то есть авторская музыка, то, что называется авангардом в классическом музыкальном искусстве или арт-хаус кино, на самом деле этими самыми профессионалами воспринимается как удовольствие. Потому что она тоже типизирована. Посмотрите хотя бы за несколько лет, лет за десять сценарии той кинопродукции, которая выдвигается на Каннский кинофестиваль или на Венецианский кинофестиваль. Но это же одно и то же. Вы понимаете, что там типа отец рано умер, мать пьет, сын наркоман, его сестра лесбиянка. И в общем-то все достаточно предсказуемо. Начинается, естественно, лучше, чем закончится. Закончится это еще печальнее все. И в общем-то это тоже типизированная кинопродукция, но которая чудеснейшим образом оказывая, по сути, обращаясь к инстанции удовольствия на уровне интеллектуальной элиты, вызывает дикое неприятие со стороны так скажем широкой общественности. А что есть это неприятие как ненаслаждение? Почему человек может вскочить со стула и кричать в полный голос на концерте, как в случае на премьере моей пирамиды, Жданова на вас нет? А это был великий музыкант, который вскочил. Они чуть не подрались с вдовой Альфреда Галериевича Шнеккина. То есть что могло побудить в общем-то спокойного человека вскочить со стула и кричать как не тот эффект, который оказывало на него это произведение. То есть в данном случае произведение нашло своего слушателя. И ведь он же обращается к той же инстанции, к которой хотел обратиться к Платону. Жданова на вас нет? То есть это нужно изгнать из этого государства. То есть в каких-то случаях это платоновское отношение к искусству еще работает. Но вся прелесть в том, что сейчас вот эти позиции высокого вкуса, то есть хорошего вкуса и вкуса дурного, а возможно так было и всегда, они на самом деле переставлены местами. То есть то, что рассчитано на высокий вкус, способно производить наиболее сильное впечатление, то есть вызывать наслаждение, как раз в том, кто этим вкусом не обладает. И наоборот, произведение, которое не обладает никакими вкусовыми характеристиками, точнее воплощает собой истинную дурновкусие, в том, кто обладает высоким вкусом, способно опять же вызывать чувство жгучего стыда, а значит наслаждение. И вполне вероятно, что так было всегда. И это и есть вот эта педля подмены, которая пытается выступать в роли отчуждающего фактора, а человека от искусства. Потому что создается иллюзия иного соприкосновения с произведением искусства, чем оно есть на самом деле. В общем-то в этом и есть основная начинка моей сегодняшней лекции. Поэтому спасибо за вопрос, точнее уточнение. Я просто лишний раз это же обговорил, в краткой форме. Есть ли еще какие-то вопросы? Можно ли навести какие-нибудь мосты с жертвенными кризисом жира? То есть здесь вот этот механизм он не одинаков не с тем, что там не понадобилось? Думаю, не совсем. Все-таки жераховские аппараты, лакановские аппараты трудно соблегаем. И мне кажется, скорее, если мы возьмем аппарат жераховский, мы можем немножко из этого уехать в экзистенциализм. А если мы туда уедем, то в общем-то мы приедем к тому, что произведение изначально рассчитанное и продуманное как то, что вызывает шок, да, некий, должно вызывать наслаждение. А вот и нет. Потому что основная интенция произведения высокого вкуса сейчас это в общем-то интенция вызывает шок. А значит, на самом деле они не вызывают никакого шока, а шок они могут вызвать лишь у того, кто не ожидает такого развития. То есть у человека не обладающего высоким вкусом. У того, кто не способен за этим прочесть что-то кроме в общем-то этой ужасающей формы, которая изначально автором таковую замышлялась, да, для якобы размывания границ. Но так как это размывание границ интеллектуалам сразу считывается как размывание границ, то прощитите это уже не размывание границ. Как я уже неоднократно здесь говорил, там где много говорят про трансгрессию, трансгрессия не на гроб. То есть там она может когда-то была, пока ее не сказали, да, там где когда ее пронименовали, то в общем-то трансгрессии там уж никакой нет. Поэтому мне кажется, что возможно это плодотворно для дальнейших рассуждений на эту тему, провести некую параллель с Шераром, но просто я боюсь, что это может уехать немножко в другую сторону, чем мне бы хотелось. да, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете 3433 кейджа или скажем черный квадрат Мариевича? То есть можно помыслить это тоже как произведение, которое может быть множество смысла, безграничное количество и помыслить как идеальное произведение искусства? В случае с 433 на самом деле в случае с Чуаном квадратом мне кажется что все значительно хуже, чем в случае с 433, да, разная эпоха совершенно, и Малевич это как раз со своим супрематизмом это скорее аналогичная фигура тому же Малормы или Скрябина, да, с абсолютным произведением искусства, то есть то произведение, которое заведомо должно быть неинтерпретируемым, но нам это преподносит, как то, что заведомо не может быть проинтерпретируемым, а значит это уже интерпретация и в общем-то окончательно. Поэтому в случае я бы не стал здесь сопоставлять 433 кейджи и квадрат Малевича, ну вот квадрат Малевича это как раз манифестация бессмысленности как таковой в том смысле в котором я понимаю это слово, как чистого бытия, но оно не есть чистое бытие, оно есть указание на это бытие, а значит это уже все-таки вполне так скажем, я бы даже стал в какой-то смысле в каком-то смысле дидактическом смысле. Оно показывает, есть нечто неинтерпретируемое, но оно не является само неинтерпретируемым, ибо в общем-то оно демонстрирует вполне конкретную идею. неинтерпретируемое, в случае неинтерпретируемое, в случае с Кейджем интерес этого произведения заключается в том, что с одной стороны оно обладает безупречно жесткой формой, то есть она до секунды зафиксирована, с другой же стороны она абсолютно не обладает содержанием, то есть, что за эти 4 минуты 33 секунды будет звучать, в общем-то все что угодно. если мы включим сирену в этот момент, а я присутствую на таком исполнении, где, ну не сирена, а за окнами начала срабатывать сигнализацию автомобиля, то есть это в принципе соответствует замысле автора, ибо все, что будет происходить в последующие 4 минуты 33 секунды является этой версией. И в этом смысле это действительно является с одной стороны неинтерпретируемым бытием, в каком-то смысле слова действительно лакановской вещью, но вот, что отделяет это. Дело в том, что 4,33, как мне кажется, не способны к фруктуации, то есть, как раз временной то порядок там всегда одинаковый, и более того, мы изначально тоже знаем, что там может произойти все что угодно. Здесь, я бы сказал, что отсылка идет к прибавочному наслаждению. Есть такая категория некая медианта у лаканов, наслаждение, которое мы испытываем по мере уменьшения наслаждения, по мере стремления от наслаждения к удовольствию. Например, когда вы заходите в теплое помещение с очень сильного холода, вас колет пальцы, и вот это наслаждение от того, что это покалывание уменьшается. Вот прибавочное наслаждение, и соответственно, мне кажется, что пьеса Кейджа, так как она заведомо обещает закончиться через 4 минуты 33 секунды, что бы там ни происходило, она отсылает все-таки к прибавочному наслаждению. Если бы речь шла о неопределенном времени, через которое она закончится, может закончиться через секунду, а может закончиться через год, то, наверное, это бы было ближе к тому, о чем мы сегодня рассуждали. Но, мне кажется, такой формальный подход, который в большинстве случаев избирал как раз Кейдж, я так как раз считаю, что его искусство как раз дидактическое искусство. То есть он как раз один из борцов со свободой, и это на самом деле очень глубокая фигура, намного более глубокая, чем часто понимают, серьезный философ, более того, крупный художник, а не только композитор. Но это дидактическое искусство. Это искусство, которое, в общем-то, в чем-то скорее ближе к Брехту, чем к тому же Хаосу, или Клохасу, о котором мы сегодня говорили. А вот искусство Клохаса абсолютно не дидактическое. Оно не пытается ничему нас научить. Оно ставит определенную ситуацию, и, в общем-то, мы должны с ней каким-то образом считаться. Есть гора, ее можно обходить, да, увидеть и так далее. Он пытается заставить общество функционировать по-другому. Он не пытается общество переделывать. Он пытается заново сотворить мир, в котором использовал общество. И когда он его творит, общество начинает функционировать по другим законам. Вот и все. У него нет цели улучшить человека. У него есть цель улучшить сам мир, по которому живет этот человек. А это, в общем-то, задача с одной стороны более монументальная, а с другой стороны абсолютно не дидактическая, какой бы она ни казалась на первый взгляд. То есть это сотворение нового мира не по типу Скряпина, когда все просветлеют, а по типу просто компьютерного алгорайда, и не более того. Есть еще какие-то? — Да? — Я хотел задать вопрос на счет того, что вы сказали. Сосюр считал, что поэзия — это некое раскрепощение смысла, насколько я поняла. И вот Аллотмус, в очередь, говорил о том, что поэзия — она первичная вообще вечеринка, то есть в отношении к пройду, и к всему остальному. И она возникает, на его взгляд, из-за просто потребности обратить внимание на некий текст. То есть проза как бы могла позволить легче, что ли, запоминать, или просто обращала внимание слушателям на себя. Вот как эти ему вообще коррелируют два этих суждения таких достаточно оба интересных человеках? — Ну, в общем-то, это противоположное мнение, понятно, но мне кажется, что здесь я бы отдал предпочтение взгляду о бессмысленности. Дело в том, что, на самом деле, даже для 20-го века, я же не говорю о том, что Сосюр — это всё-таки конец 19-го, да? В общем-то, он высказывает совершенно уникальную мысль, которую, скорее, можно почесть было бы уделённым, чем у Сосюр. И она там, на самом деле, брошена. То есть это не то, во что бы он упирался и во что бы это ни стало, стал отстаивать. Но, как мне кажется, то есть слишком долго в нашей культуре делалась ставка на смысл. И всё ценносное, то есть бессмысленное делалось равно бесценное, не имеющее ценности. А я считаю, что бессмысленно действительно бесценно то, что нельзя оценить. Оно выше любой ценности как таковой. И, опять же, если речь идёт о середине 20-го столетия, то вот мы с вами смотрели ещё Анберговского, Моисея и Аарона, и там, в общем-то, смысл этого божества был за пределами смысла. Это то, что не имеет никакого смысла. Он их выводит в пустыню не для чего-то. Это Аароном объясняет, что вот мы там избавимся от фарона, а просто так, да, потому что это не имеет никакого смысла и, значит, не подчиняется никакому смыслу. И, как мне кажется, изначально, то есть моя теория про возникновение искусства, то есть я считаю, что поэзия, естественно, меметична, то есть она подражала музыке, а первое искусство – это музыка, но моё-то глубокое убеждение, что музыка возникла случайно. Дело в том, что, я просто договорюсь сейчас, возможно, это будет понятно. Дело в том, что не так давно была обнаружена кость, которую сочли за флейту сначала, она древнее, чем та, которую нашёл Некрос Конрад, вот, то есть ей там больше 40 тысяч лет, и там две дырки. То есть эта флейта, и даже замерили, какие тонны можно было на ней извлекать. Но вот потом вмешались учёные, занимающиеся делом более серьёзное, и сказали, что эти дырки оставлены клыками пещерных геев. Но вся прелесть этого артефакта в том, что изначально факт нахождения этой кости в пещере, где обитали люди, и то, что её прогрызла гиена, не доказывает то, что это не использовалось, скажем, в законном инструменте. О том, что чего не может извлекать хищник из кости, костный мозг. Гиене это не под силу, ибо она не может держать кости, она может лишь прижимать кости. И, естественно, человек, который тогда, в давние времена, питался всем, чем только можно, чтобы с голоду не сдохнуть, он не брезговал только что убитой жертвой других хищниками. И, естественно, что там оставалось в этих костях? Костный мозг. А вот теперь смотрите, он берёт эту кость и начинает сосать. Когда он его высосет, возникнет зло. Он сможет случайно нажать на отверстие, возникнет другое зло. Всё. Появилась та система, которая развивается по своим принципам. То есть я убеждён, что изначально искусство разворачивается не в человекоразмерном измерении, а параллельно ему. Таким образом, говорить, что искусство чему бы то ни было служит, мы можем лишь относительно того искусства, которое Платон называл неподражательным. То есть то, которое он оставляет в своём полисе. И в таком случае, да, конечно, например, поэзия могла служить для цели запоминания определённого объёма текста. То есть человек группировал, как это, в общем-то, сейчас даже модно в определённых мнемотехниках, да, сгруппировать таким образом. Он, например, поролит, да, чтобы человек их запомнил просто потому, что они рифмуются. Но вся прелесть искусства в том, что оно возникает тогда, когда человек ещё не обладает сознанием, способным выносить суждения такого рода. А это значит, что изначально искусство не может быть наделено человекоразмерным смыслом. Вот в чём дело. И я думаю, прав и тот, и другой просто не говорят о разных искусствах. То есть мы имеем искусство и искусство, мы имеем поэзию и поэзию, которую необходимо разделять. То есть мы опять же приходим к идее Деррида, да, о том, что необходимо продолжать концепцию деконструкции базовых понятий, которыми мы пользуемся, в том числе и в эстетическом смысле. Спасибо, хороший очень вопрос, потому что он нуждался в уточнении, особенно потому, что для отечественной школы, эстетической школы, очень важно было понятие смысла всегда. То есть на нём делается ключевая ставка. Я не хочу сказать, что это было всё неверно. Это очень серьёзные мысли. Другое дело, что они анализируют искусство с иной позиции и далеко не всегда то искусство, которое можно рассматривать с этой позиции. А они заходят на чужую территорию. Но, с другой стороны, если мы возьмём в качестве максимума обобщения, что искусство поэзии призвано упразднять любой смысл, мы тоже заходим, в том числе и не на свою территорию. Например, когда человек рифмулет просто, чтобы запомнить, но с очевидностью, каким-то простейшим смыслом он всё-таки пользуется. Да, это скорее, наверное, речь о форме. Тут ещё, наверное, можно было бы сказать, что Локов всё равно относился к формальной школе. Да. И вообще последователи его, они как раз занимаются больше просто разложением на составляющих. До структуры. А можно ещё один вопрос насчёт, скажем, Антонена Арто, можно его отнести к такому искусству, которое, скажем, как раз ослаждение? Думаю, да. Думаю, да, очень многие произведения. Ну, то есть, вообще, само по себе отношение Арто к искусству, чего стоит, да? То есть, это, в принципе, и Арто, и Бланшо, то есть, их концепция, это как раз выйти за пределы возможного, то, о чём писал Рильке, да? То есть, дойти до такой ступени, куда дальше просто человек не может уже шагнуть. Дальше шагнух он перестанет быть просто человеком. Поэтому, конечно, Арто, наверное, наиболее яркая фигура в искусстве 20-го века, которую я продемонстрировал. Вы можете ещё не пожелать вопрос в связи с Арто, одним-таки, из чём-то похожих на Арто был Нежи Гротовский, да? В чём это только? В каких моментах? И вот, на мой взгляд, это может быть такой пример возможного реализованного искусства, искусственного наслаждения, спектаклей Гротовского, я не знаю. Да, вполне, вполне возможно. Дело в том, что я не говорил, что искусство наслаждения невозможно, да? Я говорил о том, что оно постепенно сходит на нет, и, в общем-то, даже эти постановки, да даже и Арто тот же самый, понимаете? Так как сейчас, ну, чтение Арто, да, или просмотр его спектаклей, это показатель высокого вкуса, а значит, человек, который хорошо знаком с собой эстетикой, всё-таки испытывает уже ненаслаждение. В тот момент, когда работал Арто, да, это разрушало границы, да, это было чем-то абсолютно немыслимым, но сейчас я боюсь, что это по тому же принципу, как и стыд, занусолено, да, это есть такой фильм, который многие называют авторским, он не то, что неприличный, он совсем неприличный, да, это коридор любви, где, в общем-то, всё доводится как раз до вполне предсказуемого предела, да, если человек делает изначально ставку на наслаждение боль, то это закончится смертью. Это, в общем-то, изначально очевидно, то есть, это граница, о которой писал Рильки, всё-таки человек искусства делает шаг на неё, но перешагнув за неё, он просто попадает в ничто, то есть, он перестаёт существовать, если это была немнимая граница, а граница реальная, да, то есть, и в этом смысле, то есть, искусство подлинное, искусство наслаждения, это очерчивание наших возможных границ, а не попытка вырваться в одну сторону, да, как, например, то есть, изначально когда-то подобную же функцию выполняли, допустим, небоскрёбы, да, то есть, запредельно, выше, выше, ещё выше, в начале 20-го века строится Empire State Building, да, ну, так скажем, в первые трети, в 30-е годы, и он надолго становится символом Соединённых Штатов, даже если вы откроете, есть такой список дивный, «Любимая архитектура Америки», его, действительно, несмотря на глупейшее название, его составляли очень видные архитекторы американские, и он открывает этот список, то есть, не Капитулий, не Белый дом, а именно Empire State Building, как то, что выше всего, тогда это был самый высокий дом на планете, но, понимаете, когда это доходит до того, что, а давайте ещё выше, в этом границе уже никакой, когда построена была Бурш-Халифа, казалось бы, ну, уже выше, уже всё, хватит, да, 800, там, слышно, не было. Ну, сейчас этому же архитектору заказали больше километров на здание в Саудовской Аравии. То есть, понимаете, на самом деле, это эффект уже никакого не производит, потому что это ещё то же самое, только умноженное, как в том глупом анекдоте, где плывёт баржа, да, знаете, наверное, очень такой неприлечный анекдот, но если мы сегодня говорим об дурновкусии, то, наверное, его имеет смысл рассказать. Там смысл в том, что генералу рассказали, как раз о поэзии, да, неприличный каламбур, плывёт книпер, на книпере шкипер, а у шкипера трипер. До того понравился генералу этот каламбур, что он пришёл в рот и говорит, «Такое мне рассказали каламбур, но вы не поймёте, я вам по-свояцки расскажу». Плывёт баржа, на ней народу тыщет, и у всех северистов. Вот утрирование границы в смысле увеличения, это зачастую уход в другую сторону, да, оно уже просто не работает. Ну, на этой торжественной ноте, с баржей, мы и заканчиваем сегодняшнюю лекцию, тем более, что нам могут, как локалу на один из его семинаров, лететь и вырубиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok